Больше пульзы или вреда от рекламы на дорожных указателях? Ее в Иркутске становится все больше. Водители возмущены возможными последствиями, ведь объявления отвлекают. А законны ли они вообще? Ответ искал Павел Желудев. На право улице Иркутской 30-й дивизии, через 300 метров улица Зверева и через 100 метров салон обуви. Вот такой дорожный навигатор можно встретить на каждой второй улице Иркутска. И помимо указания городских топонимов, она содержит откровенную рекламу, которая сошла с баннеров и переместилась на дорожные знаки. Причем шифруется реклама очень профессионально. Тот же размер и тот же шрифт. Но только есть ли в этом какая-то польза для водителей? Большой вопрос. Супермаркеты, аптеки, фитнес-клубы и рестораны. Вариаций коммерческих указателей в Иркутске множество. Но одно дело, когда они существуют обособлено. И совсем другое, когда реклама появляется на дорожных знаках. Побороть ее реально, ведь даже федеральный закон запрещает размещение коммерческих наименований на спецзнаках. И дело тут в элементарной безопасности. Основная претензия к рекламе, расположенной на дорожных знаках, в том, что она не столько отвлекает водителей, сколько путает их. Яркий пример на улице Лермонтова. Вот на этом знаке есть указание «Женский фитнес-клуб». Для этого необходимо повернуть налево. Но первое, что видит водитель далее, знак «Поворот налево» запрещен. Втитываться в детали и узнавать, какое расстояние еще нужно проехать, у многих автомобилистов просто нет времени. Поэтому не исключена аварийная ситуация. Однако, несмотря на букву закона, некоторые рекламодатели продолжают использовать спецзнаки в своих целях. Первыми, кто отреагировал на сложившуюся путаницу, стали сами автомобилисты. И в администрации Иркутска после нашего обращения в том числе возмущение услышали. Очень много стало. То есть водитель теряется, рассеивается внимание. Город просто перенасыщен этими знаками. Но вот как бы с сегодняшнего дня все это рассматривается на рабочей группе по безопасности. Каждый случай индивидуально. Но мы планируем, наверное, уже прекращать. Финальный этап отказа от рекламы на знаках – полный демонтаж уже существующих табличек. Как скоро это произойдет, в администрации пока не говорят. Но задача поставлена четкая. Ведь на дороге нужно думать о дороге. А реклама, бьющая по глазам, вряд ли помощник в этом деле. Павел Жолудев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.